МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы правы. Петунья сейчас одержит лидерство по популярности среди различных цветов для дачного участка. Ну и, наверное, заслуженная ее популярность. Во-первых, цветок универсальный. Его можно выращивать и в открытом грунте, и в различных вазонах, подвесных кашпо. И можно украшать балконы, лоджии. Где бы вы ни посадили петунью, она всегда будет прекрасно вписываться в ваш дачный участок. Почему она еще такая популярная? Потому что ни один цветок не может сравниться с петуньей по палитре окрасок. У нее окраски самые-самые разнообразные. Их великое множество. Начиная от белой, различные оттенки желтого, карминного, красного, бордового. И когда вы приходите в магазин выбирать петунью, наверное, просто сделать это бывает иногда даже очень трудно. Какой сорт выбрать, какой цвет выбрать, потому что окрасок великое множество. Они бывают еще и двухцветные петуньи. Бывают с различными вкраплениями, с точками, с бахромой, махровой. И потом еще очень важно для петуньи, что она очень долго цветет. Она практически начинает свое цветение с июня месяца, даже с середины мая. И до заморозков. Пока уже осенняя холода идут, утренники, она еще цветет. И бывает иногда даже жалко удалять растения, потому что у них еще есть бутоны. Вот из-за этого она такая и популярная у наших дачников. Наталья Викторовна, наши телезрители уже активно звонят нам в редакцию, спрашивают, пора ли сеять петунью. Не случайно сегодня мы это будем делать. А вот все-таки пришел ли срок и вот какие временные рамки для посева петуньи? Срок пришел. Дело в том, что самыми такими оптимальными сроками для посева петуньи является с середины февраля срок до середины марта. Многие дачники, зная, купили семена и уже им не терпится посеять. Уже просто чешутся руки, хочется повозиться с землей, с семенами, побыстрее вырастить рассаду. Многие начали сеять и в январе, и в начале февраля. Я всегда предупреждала, что это очень ранние сроки посева. Ну согласитесь, да, комбинаты сеют, сеют рано, потому что они делают выгонку, продают нам рассаду цветущую уже в мае месяце. А в домашних условиях, в комнатных, ну как вы создадите условия для роста рассады? У нас досветки нет, влажность мы повысить не можем, температуры регулировать не можем. Все это могут делать тепличные комбинаты и оранжереи. У них есть регулируемые температурные условия, влажность воздуха, какие досветки, лампы, досвечивание. Поэтому, конечно, они сеют еще в январе, для того, чтобы нас с вами порадовать рассадой в мае месяце. Мы же дома практически сеем с середины февраля. Ну вот сегодня у нас 25 февраля. Вы правы, Маша, нам уже звонят и спрашивают, не затянули мы со сроками посева. Когда же вы, Наталья Викторовна, начнете сеять? Я говорю, не торопитесь, 25 числа выйдет передача, посвященная посеву питоний. Хочу сказать, что питоний можно сеять и позже, и в марте, и в апреле. Просто сроки цветения немножко отодвинутся. Она будет цвести у вас не в мае, не в июне, а в июле. В зависимости от того, какие у вас условия дома для выращивания рассады. Многие, наверное, дачники скажут, да зачем заморачиваться, городить огород у себя на подоконнике, если можно в мае месяце пойти на рынок и купить готовую рассаду питонию. Конечно, можно, но цены тоже в мае месяце приличные на одно кашпо, допустим, цветущие питонии. И здесь вы купите то, что вам предложат. А когда вы придете в магазин, вы можете выбрать ту питонию, которая вам нравится, тот сорт, ту расцветку, которую вы хотите. Поэтому, конечно, со сроками спешить, еще раз повторяю, не нужно. Вот как раз сейчас конец февраля, даже еще обещают нам заморозки такие сильные. Я не знаю, конечно, что будет на самом деле, но я думаю, что в комнатных, квартирных условиях вы создадите нормальные условия для роста питонию. Ну, мы практически с вами, Маша, всегда сеем питонию где-то в конце февраля. И она у нас вырастает нормально. Хочу сказать, что рассада питонии растет 3 месяца. Вот по сравнению с другими цветами, даже с овощными культурами, она, конечно, долгоиграющая в рассаде. Поэтому, вот считайте, 3 месяца, через 3 месяца можно рассаду высаживать. Поэтому, на ваше усмотрение, начинаем сеять 25 февраля, а там, как вам захочется. Хотите, второй посев делайте, хотите, сеете в марте, хотите в апреле. Но самый ранний посев, я считаю, что вот конец февраля, самое оптимальное время. Наталья Викторовна, назовите виды питонии, какие они бывают? Это еще один плюс к питониям, что у них очень много видов. Она бывает кустовая питония, та, которая замечательно растет в открытом грунте. Небольшим кустиком, таким пышным, аккуратным. Кустовая питония, она очень хорошо подходит для рабаток, для различных дорожек. Ею можно украсить и место около пруда, или на альпийской горке ее посадить. Посадить в горшок, переносить этот горшок с места на место, украшать и беседку, и веранду. И есть питония многоцветковая. Ну, само слово говорит за себя, на ней очень много цветов. Цветы не очень крупные на растении, но их такое изобилие, такое множество. И питония мелкоцветковая, многоцветковая, она очень устойчива. Она растет практически на любой почве, где бы вы ее не посадили, потому что она устойчивая к почвенным условиям. Она не боится жары, не боится дождей. А вот питония крупноцветковая, она очень чувствительна. У нее крупные цветы диаметром где-то 7-10 сантиметров. Цветов не так много, но они крупные. Но зато с этой питонии придется повозиться, потому что она очень чувствительна к дождям, к ветрам, к похолоданиям. Если идут дожди, то цветы у нее могут даже загнивать, и она может прекратить цветение. Поэтому крупноцветковую питонию лучше, конечно, сажать где-то под навесом, на веранде, чтобы она висела у вас в кашпо. Есть питонии махровые, есть питонии ампельные. Ну, наверное, у наших дачников самой большой популярностью пользуются питонии ампельные. Конечно, красота необыкновенна, когда в подвесном кашпо водопад, каскад вот этих побегов с большими цветами. Просто замечательно смотрятся ампельные питонии. И, конечно, когда вы сажаете питонию ампельную в вазон, обязательно сажайте несколько растений для того, чтобы был куст такой очень объемный и давал много очень побегов, не спадающих. А кустовые питонии мы чаще всего сажаем в открытый грунт или в какие-то вазоны, которые у нас стоят на земле. Так что, как видите, видов питонии очень много. И вот здесь сегодня я принесла питонию, которую мы будем с вами сегодня сеять. И остановиться на каком-то одном сорте просто невозможно. Поэтому у нас, как всегда, большое количество сортов самых разных. Вот здесь вы видите питония махровая. Я сказала, что разнообразие окрасок очень большое. Но если... Сейчас селекционеры создают сорта, которые состоят из смеси окрасок. Очень удобно. Тут уже не одна окраска, а вот, видите, какая смесь махровых питоний. Вот есть такая у нас питония, тоже будем ее сегодня сеять. У нее бахрома белая, очень красивая. Здесь один цвет. Видите, такая лососевая, красивая махровая питония. Окраски самые разные. Палитра огромная. Вот посмотрите, какая прелесть. Синяя, фиолетовая, даже фиолетовая, да, по цвету питония с белой красивой каемкой, махровая. Есть питонии практически черные. Я вам сейчас покажу одну питонию. Она называется черная. Но, конечно, она не черная. Но питония софистика черная. У нее очень темный цвет, темно-вишневый. Но красота необыкновенная. Поэтому, конечно, будем сеять. С трудом выбрали ассортимент. Отложили несколько сортов, потому что, конечно, все посеять невозможно. Вот такие сорта мы с вами выбрали. Сортов очень много. Дмитрий Анатольевич, какие виды семян бывают? Что представлено сегодня непосредственно в нашей студии? Вы знаете, семена бывают у питоний двух видов. Они бывают дрожжированные. И продаются в пакетах вот в таких небольших пластмассовых капсулках. Вот они, семена. И они крупные. Ну, относительно крупные, скажем так. Они дрожжированные в оболочке. Находятся в оболочке. Оболочка эта состоит из смеси стимуляторов роста и различных веществ по защите растений. То есть, такие семена, когда вы будете сеять, уже семечко защищено оболочкой. И когда эта оболочка во время роста, она растрескивается, поступают питательные вещества к семенам, и они быстро трогаются в рост. А есть семена, вот в таком виде продаются семена питоний. Они не дрожжированные. Просто они насыпаны вот в такой пакетик. Поэтому, когда покупаете питонию, смотрите, какие вы покупаете семена. То ли это вот 10 штук в капсуле, или они весовые. Хочу сразу предупредить, если вы покупаете семена, они дрожжированные. Их здесь очень много. То есть, одного сорта вам будет достаточно, если вы посеете. Здесь больше 100, ну, затрудняюсь даже сказать, 100-200 семян. Поэтому, если вы посеете семена недрожжированные, у вас много будет очень сходов, и очень тяжело будет ее потом пикировать. Конечно, для людей в возрасте, скажем так, как наши дачники в основном, основной контингент наших дачников, люди уже в возрасте, покупая вот питонию дрожжированную, вам легче будет сеять. Здесь видно семена, их 10 штук. А здесь часто бывает так, что когда купили семена недрожжированные, открыли пакет, не глядя, они у вас могут рассыпаться. И поэтому очень аккуратно открывайте такой пакет. И чтобы посеять, их лучше, конечно, может быть, смешать с песком, чтобы можно было взять и нормально их, не в одно место высыпать, понимаете. Открыли пакет и высыпали 200, может быть, 300 штук семян. Поэтому их трудно сеять. Но они дешевле. Вот такие семена весовые, они намного дешевле, чем семена гранулированные. Так что смотрите, выбирайте на свой вкус и кошелек. Наталья Викторовна, что необходимо для выращивания рассадой? Что бы Вы посоветовали? Конечно, нужно подготовиться. К посеву питонии мы готовимся заранее. Сеем мы ее в рассаднике, потому что питонию в дальнейшем мы пикируем. И вот мы приобрели вот такой рассадный ящичек. Он очень удобный, пластиковый. Обязательно должна быть почва. Купите почву в магазине. И я уже не один раз говорила, что когда идете за грунтом, покупайте не один пакет, допустим, 5 литровый, 5 литров грунта там находится, а купите 2-3 пакета разных производителей. Потому что Вы сами убедитесь, когда Вы принесете домой грунт и откроете его, Вы увидите, какие они разные. Потому что разные производители по-разному подходят к подготовке грунтов. И дать гарантию, что вот Вы купили пакет земли, и она у Вас будет идеальной для выращивания рассады, хоть на пакете написано, подходит для выращивания рассады цветов, гарантию Вам никто дать не может. Поэтому купили 2-3 пакета земли, хорошенько ее смешали, перебрали, потому что там могут быть и камни, и различные включения, и кора, и мох, все что угодно. Все выбрали, хорошенечко грунт этот руками перемяли, и чтобы он у Вас был мягкий, рыхлый. И на дно вот такого контейнера, рассадного ящика, обязательно положить дренаж. Но хочу сказать, рассадники могут быть разные, может быть деревянный, какая есть у Вас под рукой емкость. А если Вы используете емкость прошлогоднюю, обязательно ее продезинфицируйте. Продезинфицируйте или кипятком, или раствором органцоки, чтобы уже убить инфекцию, чтобы у Вас был рассадный ящик чистый. На дно положили дренаж, обязательно. Затем вот этот рыхлый грунт, который Вы тщательно-тщательно перебрали. Положили, хорошенечко его так уплотнили и пролили. Обязательно должны быть в контейнере дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. А под контейнер можно поставить какой-то поддон, чтобы вода стекала. Увлажнили грунт. Мы выбрали с Вами 23 сорта петоний. И вот посмотрите, какие у нас красивые стоят этикетки. Для того, чтобы в дальнейшем знать, какой сорт петоний у Вас растет под номером 1 или под номером 15. Для чего этикетки нужны? Для того, чтобы потом правильно посадить петонию. Вы будете знать, что у Вас под номером 1 идет ампельная петония. Ее нужно посадить рассадой в вазон. А под номером 15 у Вас пойдет кустовая петония, которую нужно посадить в открытый грунт. Если Вы посадите в вазон петонию кустовую, Вы не дождетесь вот этого каскада побегов, многообразия вот этих побегов, которые будут свисать и давать такую замечательную красоту. Она будет просто расти кустиком. Поэтому, чтобы в дальнейшем правильно посадить петонию, знать, выбрать ей место, обязательно поставьте этикетки. Мы тоже составили список. Вот наши 23 петонии. Для того, чтобы и убедиться, насколько соответствует характеристика на пакете, соответствует действительности, что Вас на самом деле вырастет. Дальше мы все подготовили с Вами. У нас есть грунт, у нас этикетки, у нас пакеты. Начинаем сеять. Посев для петоний очень важен. Многие сеют семена в грунт. Это Вам не бархатцы, не астры. Семена петоний должны лежать на поверхности земли. Им нужен свет для прорастания. А некоторые заделывают их у почвы, а потом ждут сходов. Сходов нет. Потом жалуются на производителей семян, что продают некачественные, невсхожие семена. Поэтому раскладываем на поверхности, на хорошо увлажненную почву. Чтобы посеять, мы будем сеять дрожжированные семена. Так их легче и видно, и легче их брать. Брать их можно пинцетом, но, наверное, я не посоветую пинцетом, потому что Вы можете, придавив пинцетом вот эту гранулу, она просто у Вас рассыпется при надавливании. А нам очень важно посадить семечко в грануле. Поэтому мы приготовили блюдечко. Вы берете аккуратно вот эту капсулку пластиковую, открываете ее и семена высыпаете на блюдечко. Какой у нас номер? У нас номер первый. Это номер первый. И вот на пакете написано, что в этой капсуле 10 штук семян. Заодно мы можем и посчитать, действительно ли их 10 штук. Высыпаем аккуратно, потому что они такие очень... 10 штук, да? 10 штук. Берем зубочистку. Намачиваем ее в воду быстро. Прикладываем к семечку. И семечко раскладываем вот такой. Я сделала небольшую имитацию бороздки, чтобы мы ряд от ряда могли отделить. Быстро это делаем, потому что вода есть на зубочистке. И чтобы капсулка, вот эта ваша гранула, не растворилась. И вот так на одинаковом расстоянии... Мы не присыпаем землю. Нет. Лежат у нас открытые красивые семена. Эти дрожжированные семена, 10 штук, они такой желтой оболочки. Их хорошо видно. И вот вы, Маша, их разложили. 10, все правильно, нас не обманули. И так нужно посеять все семена, которые у вас есть. Аккуратно. Открываете пакет, смотрите на номер на пакете, на номер на этикетке. И посеяли все семена. Наталья Викторовна, какие мы должны создать условия, чтобы наша рассада выросла? Очень важно создать правильные условия. Питоний растет на свету и любит тепло. Вот этому горшку ему нужна дальнейшая температура 20-25 градусов. Ставим на свет. То есть на подоконник. Подоконник должен быть теплым. Если вы положили градусник на подоконник и видите, что там 15-17 градусов, это не подойдет. Обязательно утеплите подоконник. Положите или пенопласт, лист пенопласта, или деревянную какую-то платформу, или газеты те же, чтобы температура была 20-25 градусов. Иначе семена могут не прорасти. Или будут прорастать очень долго. А в принципе семена, посеянные в нормальных условиях, они прорастают, ну, где-то на 10-й день. И после того, как вы посеяли, нужно обязательно накрыть ваш контейнер или вот таким, вот такой крышкой. Она прозрачна, очень хорошо пропускает свет. Что мы делаем? Почему вот эти контейнеры, они очень удобны. У них есть поддон, есть крышка. И вот в таком виде мы ставим наш контейнер с посеянной питонью на подоконник. Температура 20-25 градусов. И опрыскиваем, по мере подсыхания грунта, опрыскиваем наши семена. Где-то на 10-й день начнут проклевываться всходы. Тогда можно проветривать немножечко комнату, снижать температуру. Потому что если не будете снижать температуру, всходы будут вытягиваться. И это не очень хорошо для будущей рассады. Поэтому на 10-15 минут начинайте открывать окно. Но при этом свою рассаду убирайте. Нам важно, чтобы она не остывала, когда вы проветриваете квартиру. Чтобы температура земли в поддоне не снижалась. Чтобы вы проветривали, снижали температуру воздуха в комнате. Ну, не температуру вот этого контейнера. И потом, когда появились всходы, можно на 10-15 минут открывать вот эту крышку. То есть, чтобы всходы дышали кислородом. Так что, как видите, ничего сложного, сверхъестественного нет в выращивании рассады. Ну, а всегда приятно повозиться с землей, с семенами и вырастить своими руками рассаду. Это намного, наверное, доставит больше удовольствия, нежели пойти на рынок и купить рассаду петунии. Спасибо, Наталья Викторовна. Будем вместе наблюдать за тем, как будет расти наша рассада. А где-то через месяц мы ее будем пикировать с вами. Хочется уже дождаться этого момента. А пока мы только сеем петунью. А мы желаем удачи в пассиве петунии. Вы смотрели программу Грядки в порядке. Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания.